Значение кислорода для жизни на Земле трудно переоценить. Исключительно роль этого газа в процессе дыхания людей, животных и растений. Источником кислорода в атмосфере являются зеленые растения, в организме которых происходит фотосинтез. Из углекислого газа и воды под действием солнечного света образуются органические вещества и кислород. Таким образом, содержание свободного кислорода в атмосфере Земли сохраняется благодаря жизнедеятельности зеленых растений. Животный и человек постоянно дышит, используя кислород воздуха. Ко всем тканям и клеткам организма кислород разносится гемоглобином крови. Растениям также необходим кислород для дыхания, который интенсифицируется в темноте. Кислород воздуха расходуется на горение, быстрое окисление вещества, происходящее с выделением тепла и света. Горение в природе может происходить без участия человека. Самопроизвольные лесные пожары, возгорание, вызванное ударом молнии во время грозы, горение, сопровождающее извержение вулкана. В огромных масштабах человек расходует кислород воздуха на горение топлива, нефтепродуктов и каменного угля, которое происходит на энергетических объектах и в двигателях внутреннего сгорания автомобилей и других транспортных средств. И, наконец, кислород используется в промышленности. В металлургии с его участием проводят обжиг руд металлов. В отраслях химической промышленности кислород используют для получения оксидов. Кислород применяют для резки и сварки металлов. Таким образом, руководители государств и правительств, организаций и предприятий, каждый человек в отдельности должны беречь и приумножать растительность на земле, любыми способами препятствовать ее уничтожению.